Приветствую вас! Если отвечать на ваш вопрос буквально, то означает это только то, что мужчина недоволен, говоря об этом, то есть то, что он закрывает глаза, свидетельствует о том, что ему не очень приятно это говорить, это его раздражает. Другой вопрос, что именно вызывает раздражение, это уже совсем другой момент, вот, потому что для этого нужно анализировать, анализировать именно то, что привело к такой вот, собственно, позиции его, да, вот, это такой момент, может быть, вы слишком много спрашиваете, и мужчине надоело это делать. Вот. А может быть, он просто о своих чувствах говорить не любит, понимаете? То есть, множество может быть причин того, что он закрывает глаза. Ну, как бы мои коллеги у вас вот спросили, почему вы сомневаетесь, да, так это ваши сомнения в себе, то есть это сомнения именно в себе, сомнения в том, что он вас любит. И очень важно понять, почему вы сомневаетесь. То есть, вы боитесь, что, например, он вас бросит, или вы боитесь, например, остаться одна, или вы сомневаетесь в том, к примеру, что, что вы, допустим, достойны любви. Ну, просто вот, что вы достойны любви, и вы в этом сомневаетесь. То есть, есть какие-то субъективные факторы, ваши субъективные факторы, которые влияют на то, что вы задаете этот вопрос человеку. Вот. Понимаете? То есть, как правило, не всегда, конечно, но как правило, люди сами говорят о своих чувствах, просто сами. Вот. И другой человек, он тоже говорит о твоих чувствах сам. Понимаете? Вы же в своём тексте пишите, что спрашиваете, любит ли он вас. То есть, вы требуете от партнёра некой обратной связи. Это означает, что вам самой, ну, по-видимому, чего-то не хватает. И этот момент, момент, почему и как вам чего-то не хватает, да, очень желательно исследовать. Потому что здесь вы перекладываете ответственность, получается, на своего парня за то, что испытываете, ну, может быть, какие-то страхи, сомнения, да, и так далее. Я буду честен с вами и скажу, что очень часто, если человек спрашивает о том, любит ли его другой, да, вот, ну, любит ли его партнёр, есть основания, полагать, что вы сами не любите его. Понимаете? Такая штука. Вот. То есть, это такой вот аспект на самом деле. И здесь нужно выяснить, что вы чувствуете к своему мужчине. Вот. А любовь ли вы чувствуете к своему мужчине, или потребность вы чувствуете в своём мужчине, или, может быть, что-то ещё вы чувствуете. То есть, это вот то, с чем нужно работать, да, это то, что нужно исследовать вам. Исследовать вам. Вот. И вот примерно в таком ключе, я думаю, вам можно ответить здесь на ваш вопрос. Если вы хотите разобраться в своей ситуации, если вы хотите разобраться в том, что с вами происходит, вот, то нужно, значит, исследовать ваши отношения. Провести анализ, к примеру, ваших отношений, посмотреть, ну, посмотреть, что вас с молодым человеком, допустим, связывает, да, что у вас общего с мужчиной. Вот. Это то, что можно выяснить на беседах, на беседах, на беседах именно с вами. Вот. Вот примерно так можно ответить вам на ваш вопрос, который вы задаёт. На этом всё, я надеюсь, что помог вам. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Если у вас остались дополнительные вопросы, вы можете задать мне их в личку, я буду рад вам помочь. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.